Считается, что в истории Соединенных Штатов была только одна попытка военного переворота. И организовал ее в 1807 году человек, совсем недавно занимавший должность вице-президента, то есть формально бывший вторым лицом государства. Правда, официально Верховный суд этого заговорщика оправдал. Да и был ли, как говорится, заговор? Дедушка Айрона Берра, преподобный Джонатан Эдвардс, в середине XVIII века был, вероятно, самым известным богословом в принадлежащих Англии и американских колониях. В качестве ректора он возглавлял престижный Пристонский колледж, приняв эту должность по наследству от своего зятя. Таким образом, появившийся на свет в 1756 году Айрон мог считать себя аристократом и к тому же человеком вполне состоятельным. В июле 1776 года собравшиеся на конгресс депутаты 13 колоний штатов приняли Декларацию независимости, в которой объявили о выходе из состава Британской империи. За независимость пришлось сражаться, и Берр стал офицером американской армии. Он принял участие в походе в Канаду и при неудачном штурме Квебека вынес с поля боя тело своего погибшего командира генерала Монтгомери. Этот эпизод оказался запечатлен на пропагандистской листовке, принесшей 20-летнему юношу некоторую известность. На более поздних картинах, посвященных этому сюжету, Берра уже не было. После того, как в конфликт вмешалась Франция, англичане свернули военные операции, а в 1783 году признали независимость Соединенных Штатов. В промежутке между этими событиями Берр женился на Теодосии Прево, вдове британского офицера, которая была на целых 10 лет его старше. Ровно в положенный после свадьбы срок у супругов родилась дочь, которую тоже нарекли Теодосией. Берр занялся адвокатской практикой. Тогдашние США сильно отличались от современных. Столицей страны была Филадельфия, политические партии еще только сформировались. Нынешние республиканцы именовались федералистами, опирались в основном на торгово-промышленную буржуазию северных штатов и ратовали за укрепление центральной власти. Нынешние демократы именовались, такой парадокс, республиканцами. Отстаивали самостоятельность регионов и пользовались поддержкой землевладельцев и мелких фермеров, в основном из южных штатов. В Нью-Йорке из 300 тысяч жителей около 12 тысяч имели право выбирать губернатора. Сходное соотношение наблюдалось и в других штатах. Президент, как и сейчас, выбирали не напрямую, а через так называемую коллегию выборщиков, члены которой брали перед электоратом обязательство голосовать за конкретного кандидата. Но слово свое частенько нарушали. Президентом становился тот, кто получил относительное большинство голосов выборщиков, вице-президентом, занявший второе место. В 1784 году он стал членом ансамблеи штата Нью-Йорк от республиканцев, но особой активностью не отличался, больше занимался респруденцией. На второй срок он выдвигаться не стал, зато в 1784 году попытался баллотироваться на должность губернатора. Проиграл Джорджу Клинтону, но вступил с ним в политический альянс и занял должность прокурора штата. Тяготея к республиканцам, Берр заигрывал с федералистами, однако у тех же имелся молодой перспективный лидер. Его ровесник Александр Гамильтон тоже участвовал в войне за независимость, а в 1789-1795 годах был первым в истории страны министром финансов, прославившись как отец-основатель Банка Соединенных Штатов. За что позже удостоился чести быть запечатленным на 10-долларовой банкноте. Правда, в отличие от Бера, Гамильтону, как уроженцу Вест-Индии, был отрезан путь к президентству. Вообще, эти политики выглядели антиподами. Берр был маленьким, подвижным, умел общаться с народом, симпатизировал революции, революционной Франции. Высокий, величественный Гамильтон держал себя так, как, по его мнению, следовало держать себя джентльмену. Придерживался проанглийской ориентации и даже являлся британским шпионом. Вскоре они поссорились. Первый крупный конфликт между ними произошел в 1791 году, когда при поддержке республиканцев Берр стал сенатором от штата Нью-Йорк, выйдя на федеральный уровень. В 1796 году, в связке с лидером-республиканцем Джефферсоном, он уже выдвинул свою кандидатуру на пост вице-президента и занял почетное третье-четвертое место, получив 30 голосов выборщиков. Но вице-президентом стал Джефферсон с 68 голосами, а президентом один из самых известных федералистов Джон Адамс. Его правление оказалось на редкость неудачным из-за торговых проблем, вызванных бушевавшей в Европе войной между Англией и Францией. В результате на выборах в 1800 году республиканцы выступили триумфально, однако проблема возникла там, где ее не ожидали. Баллотировавшийся в президенты Томас Джефферсон получил 73 голоса, ровно столько же, сколько и Берр, снова идущий с ним связки на вице-президента. Вынести окончательное решение предстояло Конгрессу. Берр проявил себя джентльменом и не стал оттирать Джефферсона, победу которого решил всего один голос. Джефферсон не скупился на обещания. Став президентом, он, конечно, сделал все, чтобы дискредитировать Берра, как потенциального конкурента. В этом ему, возможно, помимо желания помог Гамильтон, не способный примириться с тем, что его ровесник и сослуживец оказался столь удачливее в политике. В 1804 году он развернул против Берра газетную кампанию и в результате получил вызов на дуэль, которую попросил отложить на две недели. С толком использовав это время, Гамильтон натравил на соперника некоего Самуэля Брэдхерста, потребовавшего от Берра драться немедленно на шпагах. Вице-президент устроил за дире легкое кровопускание. Затем 11 июля 1804 года на пустынном островке на Гудзоне он заставил Гамильтона, застрелил Гамильтона и проиграл политически. Пошли слухи, что Гамильтон стремился к примирению и стрелял в воздух. Вице-президента изображали хладнокровным убийцей, и он свернул политическую активность. Точнее, решил направить ее в другое русло. В 1804 году Джефферсон был с триумфом избран на второй срок, чему способствовала удачная покупка у Франции громадных территорий Луизианы. Берр не стал баллотироваться, предпочтя откровенную авантюру. Он, отправившись на новоприобретенные земли, стал формировать отряд добровольцев, с которыми планировал вторгнуться принадлежавшей Испании провинции Техас, Нью-Мексико и Флорида. Само по себе это не тянуло на государственную измену, скорее наоборот, на патриотическое предприятие. Однако Джефферсон предпочел толковать действия Бера таким образом, будто его соперник пытался отделить западные штаты и, объединив их с отторгнутыми испанцев землями, создать новое независимое государство. 19 февраля 1807 года бывшего вице-президента арестовали недалеко от американо-испанской границы. А Форд Стоддерта и перевезли в Ричмонд, где предъявили обвинение в заговоре против федерального правительства и подготовке переворота. Процесс носил явно заказной характер, однако председатель Верховного Суда не был союзником Джефферсона. И Бера оправдали. Впрочем, теперь на его карьере политика была поставлена большой и жирный крест. На несколько лет он уехал в Европу, затем вернулся на родину и снова занялся адвокатской практикой. Денег он зарабатывал много, но их ему все время не хватало. Единственный человек, к которому Берр был привязан, была дочь Теодосия. Но в 1812 году судно, на котором плыла девушка, пропало без вести. В 77 лет отставной политик женился на самой богатой вдове Нью-Йорка Элизи Джумел, бывшей даме легкого поведения. Но спустя совсем немного времени развелся, успев потратить часть ее состояния. В 1836 году он покинул бренную землю в разгар очередных президентских выборов. Когда самого проходного из кандидатов Мартина Ван Бюрена, противники пытались скомпрометировать тем, что он является незаконным сыном Аарона Берра. Впрочем, занять Белый дом Ван Бюрену это не помешало. Статья была подготовлена Дмитрием Митюриным. Называется «Возмутитель спокойствия». Вице-президент США пытался расчленить свою страну. И публикуется в журнале «Загадки истории». Номер 2. 2014 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Спасибо.